Детское радио представляет И Дима ошиблись Не, елка, это точно Клеопатра была А я не верю Почему тогда в кино, в книгах Она всегда самая прекрасная И всякие там рецепты красоты Называются рецептами Клеопатры Так это они, чтобы таких, как ты, поймать В рекламных целях Ага, крем Клеопатры Духи Клеопатры Точно, и за деньги показывают дом Клеопатры Диван Клеопатры Насчет дивана не знаю А вот кресло Клеопатры Действительно можно увидеть Нерукотворное кресло Здравствуйте, Агара Петровна А разве кресло может быть нерукотворным? Может Сегодня я расскажу вам о Цветном каньоне Именно там можно увидеть кресло Клеопатры И много других удивительных творений природы А у нас сегодня по расписанию Нерукотворное чудо? А оно где? В Египте В Синайских горах Представьте себе Огромную трещину, которая разрезала землю Ее длина Около пяти километров Глубина 25-30 метров А в ширину Цветной каньон Всего от двух до десяти метров В глубину тридцать А в ширину два Это ж как два десятиэтажных дома Рядышком поставить Там через окна из одного дома В другой перебираться можно было бы Но это не самое удивительное Цветной каньон Недаром носит такое название Здесь настоящее буйство красок От нежно-розового и белого До темно-красного и фиолетового И все это камень и песок Здесь самые разные горные породы Причудливо перемешаны От мягкого песчаника До твердого гранита Проносящиеся по ущелью ветер и песок Придали его стенам самые невероятные формы Это называется выветривание Совершенно верно Мягкие породы выветриваются быстрее Твердые медленнее И получаются удивительные фигуры и изгибы Вот на нас смотрят огромные глаза С зелеными зрачками Вот камень, похожий на собаку А вот на стене, как будто нарисованный красной краской Верблюд Или, может быть, это динозавр? Некоторые туристы уверены Это никакой не каменный рисунок А настоящий доисторический ящер А кресло Клеопатры? Кресло Клеопатры – это, конечно, такая же игра природы, как все остальное Но есть легенда Однажды знаменитая египетская царица путешествовала по Синайским горам Устала и решила отдохнуть И горы подарили ей настоящий трон Вот бы на нем посидеть Он, наверное, волшебный Не уверена Хотя про многие достопримечательности Цветного каньона Говорят, что они приносят удачу Огромные глаза с зелеными зрачками, говорят Избавляют от любых проблем А если приложить ладонь к камню желаний Сбудется все, что загадаешь Говорят, когда-то давно здесь заблудился человек И он стал просить небеса позволить ему вернуться домой И как? Вернулся? Вернулся и всем рассказал, что протиснулся через узкую щель к необычному камню С тех пор все решили, что он исполняет желание А что наука говорит о происхождении Цветного каньона? Спасибо за вопрос, коллега Наука говорит, что это место когда-то было морским дном Но однажды произошло землетрясение И вся эта красота вышла на поверхность А там только камни? Нет, конечно Там есть и растения, и животные Ящерки, мыши Очень шустрые Деревья из-за того, что растут на камнях Тоже принимают причудливые формы Экскурсоводы любят показывать туристам акацию Которая похожа на фламинго Но камни, конечно, главная достопримечательность Цветного каньона Те, кто туда попал, потом долго спорят На что больше похож тот или иной выступ Слон это или верблюд? Смеющийся мужчина или грустная девушка? Вот видишь, елка, Клеопатрино кресло в Цветном каньоне не настоящее Как это не настоящее? Самое настоящее его природа сделала Что может быть натуральнее? И ты думаешь, оно тоже желание исполняет? Наверняка Только, наверное, это исполнитель желаний не для мальчиков А для девочек Уроки чудесоведения Тон Platform А 미ццо А для девочек А для десятки Том самононононна О чем же Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Д overall Д entsair Che enlightening